Привет, друзья, с вами Антонов, это новости ММА, и сегодня вы узнаете подробности, неужели все-таки будет трилогия Парье и Конора, что заявил Дастин Парье и как на это отреагировали фанаты. Будет насыщено, поэтому лайк, коммент, колокольчик, если хотите, чтобы не пропускать свежие выпуски. Ну а мы начинаем. Конор Макгрегор рассказал фанатам в длинном посте в Инстаграме о поединке с Дастином Парье, провел полный анализ того, что мы с вами видели. Макгрегор заявил, что будет стремиться отомстить за недавнее поражение, что сам виноват, что и получил удары по ногам. Их счет с Парье сейчас 1-1. Начнем издалека и дальше дойдем до самой сути, до самого интересного. Усаживайтесь поудобнее, приятного просмотра. Парье значительно улучшился как боец. Этот бой был не только шансом его сравнять счет, но и шансом показать, насколько хорошим бойцом он стал. В отличие от их первого боя, Парье выдержал натиск Макгрегора в начале и в конце концов сокрушил своего оппонента. Текст сообщения Конора к новому посту гласит, хочу сразу поблагодарить FightTime.ru, сайт, который перевел данный пост Конора Макгрегора первыми. Итак, немного хайлайтов с моего последнего боя. Что за трилогия теперь у меня в руках? Я в восторге. Я был в лучшей форме в своей карьере, ведь после борьбы и клинча мои удары не потеряли скорость и силы. Для меня это было новое ощущение, так что я воодушевлен предстоящей работой. Я впервые не использовал стул между раундами, потому что он был мне не нужен, он понадобился чуть позже. Но это уже другая история. Мысли о поединке я наслаждался каждой секундой, предпочел бы провести больше времени в знаменитом октагоне QFC. 40 секунд за три года – это все, что у меня было до этого боя. Я слишком односторонне подошел к тренировочному процессу, сосредоточившись на боксе, потому что решил, что это подходящий бой и подходящий соперник, чтобы подготовиться к противостоянию с Мэнни Пакьяу. Макгрегор настаивает на том, что он в отличной форме пообещал оправиться от поражения. В третьей встрече с Дастином Парье Конор пообещал внести тактические коррективы в трилогию, чтобы избежать ударов ногами, которые стали причиной поражения, после которых ему пришлось покинуть арену на костылях. Конор продолжил. «Думаю, так я заслужил те удары по ногам, с которыми мне пришлось иметь дело. Не считая этого, мои удары были остры, и я полностью контролировал ситуацию. Тем не менее, эффект от ударов по ногам сделал свое дело, и 18-й удар просто вышиб мне ногу. Вот и все». «Повреждения, малоберцового нерва, фантастика. Впервые испытал подобное. А затем мой соперник выдал потрясающую концовку, снимаю перед ним шляпу. Бриллиант провел отличный бой, но теперь мы просто обязаны завершить эту трилогию. Я в восторге. Это не та трилогия, которую я ждал, но я бы соврал, если бы сказал, что не так должно было бы случиться. Именно так все и должно было быть. Еще раз большое спасибо сайту FightTime.ru за перевод данной публикации». И, собственно, об этом же новая публикация на канале ESPN, где Конор говорит то, о чем мы только что послушали, а Дастин ему отвечает коротко и по делу. «Ты знаешь, что мы сделаем это в третий раз», — написал Бриллиант. «Интересно то, что Хабиб Нурмагомедов предсказал исход боя Конора и Парье. Во время пресс-конференции в конце 2020-го Нурмагомедова спросили, у кого, по его мнению, будет больше шансов выиграть титул сейчас, когда он ушел в отставку. Не думая ни секунды, Хабиб ответил, что, по его мнению, у Парье больше шансов выиграть титул. И сказал он тогда, я думаю, что у Дастина больше шансов. Я чувствую, что сейчас он на пике карьеры». Чтобы было понятно, Хабиб не сказал, что Парье обыграет Макгрегора, но он, вероятно, прав в том, что у Парье больше шансов сейчас выиграть чемпионский пояс. В то же время многие фанаты отреагировали на самую новую публикацию Дастина Парье, в которую он подтвердил, что трилогия с Конором будет. И прошло и двух недель с момента UFC 257, а у нас уже может быть официальное объявление нового боя Парье против Конора. «Были недовольные фанаты, предлагаю послушать все реакции. Если этот бой не за пояс, я к этому готов». «Дастин, ты легенда, и ты заслужил право участвовать в любой битве, которой только захочешь с помощью тяжелой работы и крови и пота. Ты его полностью разбил. Я фанат Конора, и я думаю, ты сделаешь это снова, а потом ты сделаешь то же самое с Нейтом». «Дастин, сокруши Оливейру и получи пояс, который ты по праву заслуживаешь, а затем сразись с победителем боя Геджи против Чендера, с первым претендентом. За это время Макгрегор и Дио смогут что-то доказать в своей трилогии». «Мне нравится Дастин, но этот бой должен быть не за пояс. Конор этого не заслужил. Уклоняешься от Оливейры, я смотрю». «Надеюсь, нет, он не заслуживает реванша». После победы над Конором Макгрегором Парье теперь одержал победу над пятью бывшими чемпионами и временными чемпионами и добился всего в своей карьере в UFC, кроме того, чтобы стать бесспорным чемпионом. Болельщики сходятся во мнении, что если третий бой Конора и Парье состоится, то их бой должен быть не за титул чемпиона UFC. Что думаете вы, друзья? Напишите свое мнение в комментариях. Давайте это обсудим, это интересно. И до встречи в следующих выпусках. Всем здоровья, пока! Субтитры создавал DimaTorzok